всем привет друзья давно меня не было вы уверен по мне соскучились я по вам конечно же тоже забросил канал на долгое время потерял вдохновение потому что обучающий контент у меня закончился все что хотел сказать сказал развлекательный делать мне стало скучно неинтересно немного поискал вдохновения в боях по пятнахе собрал себе комплект выиграл турнир на этом пока все потом расскажу и самое главное и важное для нас сейчас я освоил алебарду как единственно не освоенной мною дисциплину в дуэльных номинациях сделал все по науке пригласил евгения одеева признанного мастера алебарды он провел семинар все рассказал я открыл собственные занятия выиграл пару турниров и теперь готов с вами поделиться уже переосмысленной техникой владения алебарды начнем с самого простого пойдем как всегда более сложному я думаю будет 4-6 роликов всего надеюсь вам понравится будет полезно поехали прежде всего техники безопасности вот у меня здесь надет теннисный напульсник очень рекомендую сохраняет тепло не дает запястьем повредиться нагрузки ожидаются большие при тренировке с алебарды поэтому не пренебрегайте о хвате как мы держимся за древко прежде всего стараемся никак не гнуть есть ни в этой плоскости не в этой вот максимально естественное положение в котором максимально сильный хвата можете развить так мы древко и удерживаем что верхней рукой что нижней так ваша защита будет четкой удар сильным запястья здоровыми далее прохват первого-наперво нижняя рука примерно находится 10-15 сантиметров от конца древка верхняя рука ширина ее постановки по древку зависит от веса алебарда того устали вы не устали от доспеха много от чего но вот по базе возьмите примерно ширину плечей вот с этого начните когда левая рука находится сверху пусть это будет левосторонний хват я вот так назвал пусть так будет если правая рука сверху это правосторонний хват столько соответственно тоже будет левосторонний правосторонняя старых видео вы все это знаете левосторонняя стойка левая нога спереди мы используем когда хват левосторонний когда охват правосторонний используем преимущественно правостороннюю стойку с перемещениями все просто перемещения такие же как и мы учили фехтование щит-меч простой шаг вперед назад и шаг со смены стойки вперед и назад с этим все просто еще моментик забыл сказать в отличие от щит-меч у меня есть видео я ссылочку кину в комментариях в щит-меч мы стоим наклонив корпус вперед завалив вес на переднюю ногу здесь мы такого не делаем с алибардой мы стоим фактически вертикально ножки обязательно подсогнуты как всегда и перемещение и стойка у нас удерживается корпус вертикально на этом пока что все то что я сказал кажется простым но это очень важно запомните это ну чтож на следующих встреч ставьте лайки пишите в комментариях кто круче и sb или хема и всем пока а